Одно движение и нарушитель наказа. Каждый понедельник городская администрация совместно с омскими казаками проводят рейды по благоустройству. О местах стихийных парковок сообщают сами о мечи, которые присылают свои жалобы в окружную администрацию. Впрочем, если раньше на то, чтобы проверить и оштрафовать нарушителя требовался месяц, теперь сделать это можно всего за три дня. Все автомобили, припаркованные против правил, сняты не скрытой камерой, а системой Паркнет. Работает она просто. Камера гаджета фотографирует госзнак автомобиля. А дальше распознает его владельца, фиксирует дату, время нарушения и отправляет данные в административную комиссию. Письма счастья не заставляют себя долго ждать. Определяют номер, делаем обзорную фотографию, то есть номерной знак машины, две обзорные фотографии. И по данному уже определяется адрес, где правонарушение, то есть данный автомобиль стоит и выписывается административное правонарушение. С помощью такой замысловатой системы сегодня штраф на проспекте Губкина всего за час заработали несколько десятков водителей, которые припарковали своих железных коней на месте зеленых насаждений. Это система автоматической фиксации правонарушения в сфере парковки на участках зеленых насаждений, на детских площадках, спортивных площадках и местах отдыха. В сфере фиксации правонарушения обычная практика – это тысяча рублей штраф. Эвакуировать автомобиль у правоборцев полномочий нет, а вот выписывать штрафы они могут хоть каждый день, если ситуация не меняется. Только за 2018 паркнет оказал больше тысячи автомобилистов, паркующихся в неположенных местах. И это только в советском округе. В этом году цифры значительно меньше, пока только 250 нарушителей. Впрочем, специалисты объясняют, штрафы – это не самоцель. Задача совершенно другая – привести территорию города в порядок, и паркнет в этом помогает. Многие мечи уже начали благоустраивать парковки в своих дворах.